просто небесный цвет воды ферма коров но в ледниках смотрите какие гигантские патроциклы ребятки шакал за вы ребят слушайте и вот утра смотрите бамс вот этот цвет водички просто какой-то ребят смотрите просто небесный цвет воды может глубина большая сразу же раз и глубоко ночью минус был минус 1 наверное лет я отложил спать минус 06 был час ночи а сейчас вот солнце креет вообще в палатке жарко снежок как вообще контрастирует дай выпал вчера класс два часа дня ребят выходит водичка как изменил свой цвет смотрите просто сказочный цвет как вам как в этих на картинках да нереальный просто цвет воды че снежочек так вот опять контрастер вообще здесь все уже подтаял все тут отлично на снега не намека палатку кто-то прямо здесь бросил оставил он там поломанная это конечно таки дела уносить ну а мы чего мы планируем как бы обратный путь 13 километров за один день сегодня пройти часа за четыре четыре часа где-то на мост мандрисует как раз перевал подтаял по которому нам надо будет подниматься посмотрите кстати перевал категорийный 1а категория самая простая ну как бы сама просто это не категорийная категория самая простая это без категории самый простой перевал а здесь 1а до сыпуха такая и снежочек может лежать скользко там 11b 22b 3а 3b и там дальше товарищ с веревками в обвязках связках в группах на это ушки завязала и все туристов много приходит с той стороны с одняковой фермы идут смотрят кто-то купается даже и уходит туда на сырзавод либо-либо на софийскую бывший софийский приют где-то там их там уазики подбирают и домой дожки и в путь куда торопишься я боюсь темноты не успеть всего 4 часа все страшно там же пойдешь по нормальной дороге все равно не фонарь не ребят смотрите давайте померяем температуру закипания воды в горах легенда же есть как бы ну не легенда законы физики лишь давление другое атмосферный при скольких градусов водичка здесь закипает так 40 сейчас на обновляю стул а смотрим ребят водичка греется 69 и 5 все наверно больше нельзя больше 70 но смотрите на она закипает уже 70 градусов до сожалению этот дружок больше то у нас не умеет спокойно охладить да 68 70 не у предела оказывается ну вот смотрите было 70 80 85 80 играть с нами опыт не удался ребят спускаемся со стороны где водят туристов вот на вот лошадки стоят наверняк туда довозят ну как бы они тут поднимается посмотрит с высоты кто желает пусть к озеру пофоткаются и обратно спуск тоже умопомрачительный как и подъем представляете просто не знаю сколько здесь сейчас я не буду мерить по часам смотреть как там чего непонятно но смотрите мы уже на высоте 2 704 а там было 2 850 то есть 150 метров мы уже спустились а прошли только метров наверно здесь ну 500 наверно 150 метров на 500 метров пути 6 вечера ребят мы на ледниковой ферме в общем до дома нам еще километров 9 а через час уже будет темно будем идти с фонариком потому что нет смысла нет смысла разбивать палатку в том есть утра собирать опять доходить эти остатки . как-нибудь с песнями кучим . ноги промочил сейчас проходили речку вот здесь брод ну не хотели разуваться а чё-то мосточка здесь не наведено ничего ну вот маленько а все знают пакет пакет носок пакет называется пакет носок пакет а тебе можно уже мочить ноги не будешь давайте аккуратненько здесь в бродик ледниковая ферма я раньше думал что есть ледники какие-то что делают не знаю рубит а здесь по просто коровки ферма коров но в ледниках может быть туда ушли все домой возможно а а а а а а 20 43 ребят что разбираем все пришли один процент остался на часах и трек в общем остановился нет может за пару километров ничего страшного все пришли 12 градусов тепла все отлично это разбираем видос смонтирую вот так вот такого большую софийское озеро так ребятки мы спустя 10 дней с половиной едем зеленчукска чтобы затариться опять уже по прям по полной чтобы здесь пережидать время до донбая донбай надо число числа 5 6 ехать до валечка а сегодня у нас 17 то есть смотрите здесь как минимум нам еще две с лишним недели потому что негде донбая негде стоять около трансформаторные будки ну не вариант хотя там есть еще парочка не кажется мест уже в голову онлайн приложение было отмечено дорогу сделали нормально все что отлично развивается инфраструктура в общем можно чуть пораньше съесть донбай чтобы сходить там бадуки донбай ульген может быть мы с тобой поднимемся на подъемниках на твой день рождения тебя какого кончается кем а для рождения от вас 4 нам надо с тобой на суфруджинские водопады подниматься на твой день рождения каждый год ну как с и опять имитировать здравствуйте вы меня не подождете а это все по-другому что это было число на 22 до воскресенье ребят много туристов солнечно смотрите какие гигантские квадроциклы ребятки вот мы на автобусе едем не смотри какие они вот старый мост слева к по которому ездили прошлый год про в прошлом году кстати в октябре бачка вы уже запустили пока сейчас мужчина анатолий объяснял что он ехал по старому мосту а уезжал уже по и вот и 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 Вот, ребят, самый большой в мире радиотелескоп, как-то так он называется, в Зеленчугске стоит. Вроде как правильно, но если что, поправьте меня. Если ошибся, я думаю, что раньше, что это какой-то стадион, что ли, а это рефлекторы-отражатели, походу, сигналы. Это типа как слушатель панель, так стоят панельки. Мы в Зеленчугске съели хачинчики. Хачинчики в этом году уже не по 150, а по 200, но, возможно, сегодня воскресенье. И носочки купили такие плотные, они 500, а 600 рублей уже стоят. И Валечка себе тапочки купил. 500 рублей, я считаю, много очень. Много, да? Конечно. Я на Валберес такие видео за 200. Но они, может, не настолько прямо шерсти и драля-ля, но ладно. Ай-яй-яй. Шакалзовые, ребят, слушайте. Слышишь, Войт, да? Да. А там начали. Там, слушай, пожалуйста. Там собаки лавы. Но они не просто уж что услышали. Шакала. Услышали, да, или Валку. Ну, если бы Волки были, то вряд ли Собаки бы залавили. То, что Собака может быть съедена Волком. Шакалы. Слышишь, они забывали? Ребят, с малиной вообще дрова. Пришлось выкатить даже вот одну вот такую штуку, потому что неимоверный жар. Пожар тут можно устроить. Горят просто сумасшедшие. Корене деревьев, вон там во врать подбираю. Они уже высушенные. Напиливаю ее. Правда, коптит здорово. Но мы ничего не готовим на таком объеме. Греет жарко, прекрасно. Жарко? Плюс два где-то, плюс один, да, на улице. Да, совсем холодно.